МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. У нас сегодня не совсем обычный состав гостей. Человек, которого трудно заподозрить в незнании законов, по которым развивается внешняя политика государства, в том числе и нашей страны. И человек, чье имя напрямую связано с тем, по каким законам развивалась национальная экономика. Итак, Валерий Асталеп и Виссарион Чешуев. Здравствуйте! 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 Я думаю, вам известно такое выражение. Политика продолжения экономики. И в последние годы молдавские власти как-то, так сказать, навязчиво или целенаправленно проводили политику, которая никак не отражала возможности национальной экономики. На ваш взгляд, почему молдавская политика отвернулась от молдавской экономики? Давайте с вас, Валерий. Я думаю, потому что молдавские так называемые политики повернулись лицом к собственным интересам и используют слабость государственных институтов на полную катушку. И они в какой-то момент осознали, что намного выгоднее уделять себе лично внимание использовать, повторюсь, слабость государственных учреждений, использовать абсолютную бестолковость большинства из наших государственных функционеров и, в принципе, использовать слабую политическую культуру людей, которые позволили себя обдурить. И это длится уже очень много лет. И рассказывая им байки про то, что мы сегодня-завтра встанем в строй самых развитых государств, будем членами Евросоюза. Я хочу напомнить, что очень известный своей серьезностью политический деятель Лупу недавно нам обещал, что в 2018 году Молдавия официально подаст заявку в Евросоюз. То есть, уже мы сегодня в феврале, чтобы мы были здоровы, через примерно 10 месяцев Молдавия подаст заявку в Евросоюз. Вот это пример, пустослово, но именно на таких примерах и основывалась вся внутренняя политика последних примерно 10 лет. Смотрите, когда политики преследуют свои цели, это практически, если уже говорить языком уголовного кодекса, как раз же со взломом. Потому что никого не интересует состояние, отдел в стране, никого не интересует тем, как развивать государство. Важны только личные интересы. Если говорить юридическим языком, то это не кража, это грабеж. Потому что это происходит в присутствии и при полном сознании собственника, в данном случае молдавского народа. Кража – это когда ты не понимаешь, что тебя обворовывают, тебя нет дома или ты не знаешь. А когда это происходит при тебе, так это грабеж. Намного с юридической точки зрения более серьезные преступления. Поэтому эти все экономические вопросы, которые происходят с нашим государством, исчезновение всего того, что создавали наши родители, наши деды, и вот эта именно наглость, которая уничтожает все наши леса, стадионы, все, что когда-то принадлежало обществу, и как оно продается за копейки, а вообще продается неправильное слово, оно просто дарится. И неспособность ни общества, ни государственных учреждений на это реагировать, это и есть то, что вы, ну не вы, а мы все здесь называем молдавской политикой, хотя на самом деле мы уже дали с вами юридическую оценку этому. Виссарион, вы как знаток тонкости работы экономических механизмов национального масштаба, будем так говорить, на ваш взгляд, когда молдавская политика отвернулась от молдавской экономики? В какой момент? И что за всем этим, на ваш взгляд, аналитика, экономиста, может и должно произойти? Да, Станислав, политика никогда от экономики не отвращивается, просто другое дело, каков характер этой политики? Позитивной, конструктивной, направленной на развитие, на интересы народа или на собственные интересы, на интересы каких-то узкокорпоративных, каких-то групп, какой-то, вот это произошло в 2009 году, можно сказать так, что экономика послужила концентрированным выражением политики, которую начали проводить. Экономика была растущая, были валютные резервы, высокая покупательная способность населения, высочайший финансовый рейтинг страны, пятая среди наиболее финансово стабильных, постоянно растущие пенсии, зарплата. У людей была уже уверена, что так будет всегда. И когда они это увидели... Есть что грабить. Есть что грабить. К несчастью, вы понимаете, другого вывода сейчас сделать нельзя. И началось все буквально с осени 2009 года. Филат вдруг принимает решение уволить всех работников государственного хранилища ценностей, в истерии, после того, как всех уволил, принимает решение о разделении ценностей, которые принадлежат народу. Значит, раздать часть Национальному банку, часть Министерству финансов и налоговой инспекции, а часть почему-то Министерству культуры. Но нету акта, кто принял, а кто сдал. Потому что уволены те, кто это все накапливал, обеспечивал хранение, отчитывался, готов был отчитаться перед парламентом, народом, что же у нас с вами есть. Но там были сотни килограммов золота, я это знаю не понаслышку. А уже в 2012 году, ухмыляясь в парламенте, где-то там на публике, Драгуцану говорит, да, там если осталось килограммов пять. И потом дали больше. Сразу начали обесценивать ЛЕЙ. Почему? Экспортные поступления росли. Ремитенции росли. Официальная информация, что предложение на валютном рынке превышает спрос на 15, на 20, на 30 процентов, они его обесценивали. Вот среднегодовой курс ЛЕЯ в 2011 году был 11,7. И они довели его сегодня, видите, через 6 лет, довели его до 19,8. А точно на таком же промежутке времени курс ЛЕЯ колебался между 10 и 12, с 2000 года до 2008-2009. И это получается, что только в одном году, в 2015, у нас с вами, каждого работающего, отняли из кармана по 79-80 долларов. Вот началось это обесценивание ЛЕЯ для того, чтобы накопить валютные резервы и для того, чтобы впоследствии их похитить. И вот это была целая цепь событий. Первое – это обесценивание ЛЕЯ. Второе – с 2011 года искусственно начали обесценивать акции Банка Деэкономии на фондовой бирже. В 2010 году зафиксирована реальная рыночная цена на крупный пакет в 200 лей одна штука, а их 23 миллиона штук. Общая стоимость активов, таким образом, ликвидных активов, уставного капитала Банка Деэкономии, составляла 6,9 миллиардов лей. Они довели его до 14. А дополнительную миссию для себя любимых в 2013 году в августе провели по 5 лей. Почему? Понимаете, тут и далее… У вас ответ есть? Конечно. Просто и алчность. Просто патологическая жадность. Патологическая какая-то такая… Знаете, когда волка запускают в Атару, он одну овцу половину съел и насытился, а потом всех остальных просто режет. Он опьянен от крови, от бесконтрольности, от вседозволенности. Так случается и с нашей экономикой. За что ни возьмись, куда ни посмотри. Везде одно и то же. Везде преднамеренное уничтожение основ, экономических основ и вымывание народа. Вот следующее такое было. Разбазаривание активов Банка Деэкономии. Что Драгуцану не видел, что, скажем, стоимость активов Банка Деэкономии, уменьшилось к 2013 году до 157 миллионов с 858 годом раньше. Или, например, он что не видел, что просроченные, скомпрометированные кредиты в этом банке, доля увеличилась с 3,7% от общей доли кредитов, до 11 в 11 году, 31 в 11 году, 62% в 12, 58%, в 13, 72,6%. Что это за кредиты, скомпрометированные? Это выданные зря деньги, за которых нет залога, и которые невозможно востребовать. Это же прямое преступление. Или почему, например, Гачкевич допустил разбазаривание 560 миллионов с 2010 по 2012 год. Но это не все. Почему они так безнаказанно действовали? Ведь не только в банковской системе, а и в тарифной системе, и в социальной сфере. И мы знаем целый ряд других. Потому что вносили параллельно законодательство для того, чтобы вот этот принцип реализовать. Чтобы у нас все было, и ничего за это не было. Фактически сегодня изменения, которые они ввели в 2010-2014 году, они, во-первых, не позволяют изъять, привлечь к ответственности мошенника, который предъявил при взятии кредита фальшивый залог. Там настолько все усложнено. Судья может принять к рассмотрению заявление банка, а может не принять. И так далее. И еще одно. Искажение админсоветом Национального банка вот этой всей кредитной ситуации. А главное другое. Главное, что в 2013 году стоял вопрос о снятии Драгуцана, когда увидели, что творится. И было все готово к этому. Парламент их не снял. Более того, никто не понес ответственности из Национальной комиссии по ценным бумагам за искусственное обесценивание, откровенные манипуляции с ценой, биржевой ценой на акции БЕМа. Ну, не буду далее продолжать. Но это получается, смотрите, что во власти люди, которые... Да, организованная группировка получилась, которая в 2014 году эшелонированно подготовила не хищение кредитных ресурсов банка экономии, унибанка. Это глупость. Это все, как говорится, перевод стрелок. Потому что таких денег у этих трех банков не было. Фактически похитили валютные резервы страны. И главное другое. Поражает, что кто первый кричал о том, что надо ликвидировать банк идеи экономии? Господин Дональд Туск на третий день. И здесь ему повторил Тапиола. Но я когда смотрю на цифры, которые имели реальные, которые могли бы свидетельствовать о том, что банк действительно банкрот, я не понимаю, как, имея 5,9 только ликвидных активов, миллиардов, и имея обязательства, этот банк, всего 2,9 миллиарда перед физическими лицами, как и можно подозревать, что он банкрот вот-вот? Просто надо навести порядок и рассчитаться с людьми, если кто-то... Ведь кому-то было выгодно, знаете. Безусловно, да. Там же у нас имеется... Принимается решение. Да, есть же сейчас даже список, и Кролл знает, и все знают, и прокуратура, и департамент, этот центр антикоррупции, имеют всех список кредитозаемщиков, которые взяли и фальшивые залоги подложили. Но все это нужно обязательно отменить, это вот гарантию правительства. Почему, скажем дальше, что произойдет, если этого не будет сделано? Но цепь преступлений против народа, против страны настолько ужасающая, что не реагировать нельзя, иначе зачем мы живем? Вот смотрите, что получилось, на мой взгляд, взгляд обывателя. Экономика превратилась в некое такое накопление национальных богатств под определенным контролем. Политики – это те люди, которые, в общем-то, имеют непосредственное отношение к расхищению вот этих вот национальных богатств. Сегодня мы что имеем? Мы имеем миллиард, который под гарантией правительства перед МВФ нужно, опять же, изъять из бюджета посредством недополучаемых нами, гражданами Республики Молдова, в виде каких-то пенсий, зарплат бюджетников и так далее. И фактически получается, что либо продолжается грабеж, либо выполнение еще каких-то обязательств. Так понимаете, вот обладатель беспринципных принципов на одном из телеканалов буквально позавчера начинает нам повторять песни, которые они нам поют. Да ничего страшного, это из одного кармана в другую лупу говорил. Да вот Яков говорил, а если взял, то почему не должен отдать? Так надо отдать. Для этого же существует государственная машина. В Америке, в Европе, в Ирландии, в Исландии. Это надо определить, кто взял. Вот, об этом и речь. Поэтому и надо внимательнейшим образом, но если оставить это постановление правительства в силе о гарантии правительства, тогда все остальные действия по выявлению мошенников и тех, которые обязаны, должны вернуть, если получили эти деньги, они практически бессмысленны, уже их не нужно делать. Все покрывается этим. Давайте посмотрим на ситуацию чуть шире. Смотрите, я понимаю, что даже простые граждане Молдовы, они ведь осознают, может быть, не так детально, как эксперты, но в целом они осознают, что произошло в стране. Это и показали, например, президентские выборы, когда во главе государства сегодня человек, который говорит о том, что, во-первых, прежде всего, украденный миллиард должны возвращать те, кто его реально украл. И сегодня, кстати, на встрече, которая прошла в резиденции президента на Йорго-23, где присутствовали и господин Канду и господин премьер-министр Филипп, шла речь о том, что позиция президента не меняется. Миллиард, он будет инициировать законопроект, который об отмене закона, о перекладывании, выполнении обязательств по миллиарду на плечи граждан. То есть, в этом здесь понятно. И я прекрасно понимаю, что в этом смысле, в этом трио, он в одиночестве. Там, мне кажется, ни спикер, ни премьер-министр никак не высказывались в поддержку этой инициативы. Пока только оппозиция. Говорится и о том, что необходимо как-то, не знаю, встряхнуть, что ли, мне кажется, экономику. Встряхнуть, либо как-то изменить политическое движение в отношении собственной страны. На Ваш взгляд, Валерий, что может поменяться сегодня в нашей стране, исходя из такого расклада в политике? Исходя из того, что у нас сейчас есть президент, который говорит о том, что необходимо, конечно же, позаботиться прежде всего о гражданах страны, а не о тех, кто украл миллиард? Самый большой урон, который нанесли нам за все эти 7-8 лет, он заключается даже не столько в пропаже этого миллиарда. Провалы, проколы бывают везде и во всех странах. Если бы это был какой-то исключительный случай, функционировали бы государственные институты, во-первых, это все можно было довольно быстро решить. Нет, меня пугает и печалит. Самый большой урон они нанесли тем, что они почти уничтожили основы функционирования государственных институтов. А те, кто хоть что-то в этом понимают, осознают, что на это уходят года, иногда и десятилетия, чтобы вернуть эти основы. Я хочу для тех, кто нас смотрит, подчеркнуть, что если сегодня, сегодня вечером радикально поменять почти что 99% государственных руководителей и заменить их на людей с совестью, моралью и принципами, может быть, через два года что-нибудь сдвинется с места. Может быть. Потому что от того, что сегодня возглавит то или иное министерство человек по фамилии Х, но с принципами и морали, он сам это все не вытянет. Ему нужно соответствующие люди подбирать и дальше, и нужно гарантировать исполнение. И все должно работать более или менее слаженно, как оркестр, но при этом в условиях демократии, когда есть разные мнения. Я надеюсь, я не очень сложно выражаю свои мысли, но я к тому, что за эти 7-8 лет, я ответственно это заявляю, практически полностью уничтожена основа функционирования нашего государства. То есть, то, что называется государственными учреждениями, работают совершенно не основываясь ни на общих интересах, а в большинстве случаев ни на законах. Поэтому, когда сегодня мы с вами обсуждаем эти проблемы, я не вижу, кто будет гарантировать возвращение миллиарда. Кто именно пофамильно, как Сталин говорил, что у каждой проблемы есть фамилия, так и в случае решения проблемы есть фамилия. Это же не абстрактно кто-то. Кто эти люди? Нет, я имею в виду не ответственность, это вообще вранье, что кто-то будет возвращать какие-то деньги. Я имею в виду государственные учреждения, есть люди, отвечающие за это. Так вот, нам могут не рассказывать байки про комитеты, а сказать, сегодня на пресс-конференции, я извиняюсь, господин Чешуев, господин Выжга, вот эти два человека в следующие полгода получают зарплату за возврат денег. То есть, расследование и так далее. Это я понимаю, что можно было потом с вас спросить. И это же касается и других. У нас кто-то за что-то вообще-то отвечает. И когда у нас руководят министерства, мне конкретные люди. Вы за последние семь лет, когда последний раз слышали пресс-конференцию, например, министра иностранных дел. Вообще о чем-либо. Не вспомните, потому что их нет. Он сам не знает, чем он занимается. По буфетам ходит. Видно по фотографиям. Но то же самое касается совершенно всех министерств, без исключения, чтобы их... Они что, нам рассказывают, какие у них планы, видения, и как они потом их реализовывают? Нет, потому что нет такой потребности. А кто с них спросит? Я да вы, плевать они хотели. А всем остальным, значит, их интересует только, как побыстрее отсюда уехать, и как все плохо, и все такое. Тоже точка зрения, которую я не совсем понимаю. И вот это самая главная проблема этого государства на данный момент, что нет критической массы людей, которые требовали бы что-то с власти. Раз. И нет людей во власти, политиков, просто государственных функционеров. Потому что политики это одно. А в учреждениях... Не потому что я так хочу. Это нормально, чтобы в учреждениях были люди чуть-чуть далекие от политики. Причем здесь кто сегодня, зеленый или голубой? У власти. Есть законы, да. Которые мы исполняем и гарантируем. А без этого, без того, что я говорю, реально вообще о чем-либо продолжать беседу. Я недавно был на одной передаче и спросил, когда конкретно мы начнем строить дороги. Что в этом такого? Сверхъестественно в моем вопросе, что когда начнется? Вот. И мой визави, известный человек, который поддерживает власть, он сказал, что это смешно. А один из бывших руководителей нашего правительства написал в фейсбуке, что это смешно, что я задаю такие вопросы и вообще как это можно поднимать в наших условиях. Тогда о чем разговаривать тогда с вами? А им смешно, потому что они кроме как продавать себе же за бесценок стадионы, города и так далее, они больше ничего не умеют. Поэтому им смешно, как можно говорить о строительстве дорог. То есть ее, наверное, видимо очень тяжело продать самому себе. Или оправдать, почему потратился на эту дорогу. Но вот если вернуться к темам, ну, наверное, ошибусь, но все-таки скажу, такого прикладного характера, возврат миллиарда. Та тема, которая сегодня, во всяком случае, еще существует в медийной зоне. И я так понимаю, это тема, которая перейдет скоро в обсуждении на парламентскую площадку. И вот мы накануне нашей с вами сегодняшней беседы с вами все время говорили о том, что есть возможных, ну, или можно рассматривать как минимум три возможных варианта развития событий. Ну, я так скажу, там, негативные, позитивные и нейтральные. Вот на ваш взгляд, что и по какому пути наиболее вероятнее? Ну, позитивно, если парламент поддержит инициативу президента страны об аннулировании задолженностью гарантии правительства перед, то есть покрытие мошенников своей гарантией. К чему это все приведет? К чему это все приведет? Значит, существует далее, далее следующий цепь событий может быть. Первое. Правительство выпускает на сумму, которую оно необходимо покрыть этим, государственные облигации. Продает их в открытой, на фондовой бирже. Продает их всем, кто купит. Ставит под это серьезное имущественное обеспечение. Оно еще в Молдове существует. Миллиардов на 20, на 25 лей еще есть. И надо где-то миллиардов 5-6. Не 13, а миллиардов 5-6. Я думаю, хватит продать эти облигации. Далее получаем временной лаг для того, чтобы... Что дает вот эта продажа облигаций? Она снимает нагрузку с бюджета. Бюджет уже не будет тратить 770 миллионов лей в год. Только на проценты. А через 3 года надо платить и тело кредита. Это возрастает до 1,5-2 миллиардов лей в год чистого убытка из... А это показывает Международному валютному фонду эту цифру. И он уже будет с нами вести речь. О предоставлении кредита не на 500, не на 300, не на 200 миллионов долларов. А на миллиард долларов. Но что по-другому не получается спасти нашу страну. Это означает путь Греции полный беспредел. Когда у тебя государственный бюджет будет формироваться не на 20, как сегодня процентов. В начале века, значит этого 21, процентов 5-6. Только и грантами покрывались доходная часть бюджета. Сейчас дошло до 25, а будет уже 60-70 процентов. Как в Греции. Это катастрофа. Итак, получаем временной лаг. За это время, как говорит правильно Валерий, трибунал специальный, серьезный, ответственный, разбирается со всеми мошенниками, которые взяли кредит и подставили фальшивый залог. Конфискуется имущество, заставляется, или не пили котелец 20 лет, или возвращает деньги. Это известно. Возвращаются эти деньги. Облигации выкупаются, погашаются. И вопрос снимается. Торжествует справедливость. Высший принцип правоохранительной системы о том, что безнаказанным не должно быть ни одно преступление. Необратимость наказания. Необратимость наказания. Я не юрист. То есть получается, мы можем все поставить на свои места. Сценарий есть. Это если проголосуют. Если не проголосуют, то наказание все равно понесут те, которые украли. Они должны в этом абсолютно не сомневаться. Потому что я как-то говорил в 2015 году в одной из передач, что есть такой закон философский о переходе количества в иное качество. Вот если украли 500-600 миллионов, их могут простить. Но когда украли 13 миллиардов лей, это уже другое качество. Это уже международное значение. Это уже влияние на следующие поколения, которые не согласятся с нынешними этими мошенниками, аферистами. Поэтому, если они сейчас пойдут против решения эмоционально, сегодня тактические, вот им невыгодно, что мы будем там идти навстречу Дадону, из политических соображений, это неправильно. Они должны понять, что они приближают время своего конца, причем оглушительного, с треском. И я не уверен, что это не будет похуже, чем у Филата. Понимаете, я не уверен. Это обязательно произойдет. Люди не хотят думать. Ему сегодня хорошо, он кушает икру, значит, и обливает всех в баре шампанским за 1000 евро бутылкой. И думает, что так будет все время. Так не будет все время. Сын Филата тоже обливал шампанским своих дружков где-то там. И что? Чем это кончилось? Жизнь – это сложная, тяжелая, жесткая штука. Теперь третий вариант. Если придется на референдуме это делать, то там я не исключаю и серьезных потрясений социальных. Где опять-таки мошенники и воры будут прежде всего на прицеле. Прежде всего. Условно, фигурально. Я не говорю, что будет горячее столкновение. Но ситуация будет накалена. Почему? Потому что для референдума придется и надо будет провести широчайшую разъяснительную работу. И вот то, о чем я говорю, вот как специалист, бегло тезисно так, только фрагментарно кое-какие цифры из-за формата передачи, то будет все подробно разъяснено и листовками, и будут названы фамилии, и будут названы конкретные, и будет названа альтернатива, как можно выйти из ситуации и спасти страну, и увеличить, и индексировать пенсии из-за того, что пропадет необходимость 770 миллионов тратить на обслуживание внутреннего долга. А их можно будет направить на то, чтобы индексировать пенсии не на жалкие 6-7 процентов, а на 15-20, и не один раз в год, а два раза. Потому что невозможно, что творится с покупательной способностью населения. Если я вас правильно понял, то голосование в парламенте, так называемое... Это спасение для них, это какое-то спасение для них, для правящего большинства. Валерий, вот ваш психологический анализ, портрет вот этой ситуации, на ваш взгляд, как вы думаете, проголосуют, не проголосуют? Если не проголосуют, то почему? Я убежден, что от этой темы отойдут, по темам болтологии и демагогии, вот что-что, а этим у нас наши депутаты владеют в совершенстве. Поэтому эта тема может быть несколько раз поднята, и так как мы приближаемся на большой скорости к 2018 году, когда у нас выбор, вы прекрасно понимаете, что все думают дальше исключительно о своей личной политической судьбе. И никого не интересует, и не только этот миллиард, а в принципе какие-то государственные дела. Ну никого это я утрирую, я не прав, возможно кого-то, но не в той критической массе, которую я бы хотел. Большинство депутатов будут думать о себе. Поэтому я боюсь, что эта тема еще пару раз прозвучит, ее замылят, если не засекретят, что эти разговоры, надо же кого-то вызывать, надо же кого-то приглашать, надо же, кто-то там рассказывал, читал с бумаги, как много предпринято. Это, возможно, засекретят, скорее всего так и будет. И потом произойдут другие события в нашей стране. Ну я имею в виду обычные какие-нибудь, да. И я не ожидаю ни от этого парламента, ни от этой власти какого-то прогресса по этой ситуации. Я тут маленькую реплику. Конечно, Валерий прав, что данный парламент, и он запустил всех своих аналистов, всех, кто обслуживает правящее большинство, именно в это русло, о котором говорит Валерий. Это верно, да, это правильное наблюдение. Но ведь дело вот в чем. Дело в том, что свою политическую биографию поставил на стол, свой политический имидж поставил на стол президент. Он дал обещание, уже неоднократно говорил, а президент это тоже какая-то власть. И кто не хочет думать об этом, кто по-прежнему считает, что это Игорь Николаевич короткий штанишек, глубоко заблуждается. Потому что ситуации в Молдове обеспокоены не только на Западе, но и на Востоке. И не только на Востоке, и за океаном. И здесь нужен серьезный ответственный человек, с которым можно было бы вести разговор. Оно можно кого-то назвать сегодня, кроме Игоря Николаевича. Я понимаю, да, что дискуссия наша перерастает немного и в осмыслении, так сказать, геополитических векторов, которые сходятся здесь в Молдове. Да, это так, объективно. И вот на сегодняшней встрече Канду Филиппа в резиденции президента глава государства говорила о том, что если большинство парламентское или большинство избирателей проголосует за, будем говорить, за изменение соглашения с Евросоюзом и за подписание соглашения с Еврозесом, то он его поддержит. То есть это тоже наверняка какой-то геополитический разворот в политике нашей страны. Или есть сомнения? Ваше Валерие. Я как призывал не делать из еды культа во время ассоциации, когда они подписывали то же самое, я не хочу преувеличивать роль любого рода соглашения, в данном случае с Еврозес. Я не вижу для нас, для страны никакого минуса в этой ситуации, хотя я бы очень хотел, чтобы как можно чаще, и я об этом не раз говорил, я слышал мнение экономистов на эту тему. Потому что в такие организации мы вступаем не потому, что мне или вам это нравится. Это не мотив куда-то вступать. Вступление на подобного рода, как и в случае с Евросоюзом, кстати, проблема у нас не с политической частью договора об ассоциации, а с экономической. Да, и там тоже полностью отсутствовало мнение экономистов толковых, которые бы что-то разъяснили. То же самое здесь, мне лично бы хотелось побольше слышать грамотных экономистов, которые бы четко объясняли для наших деловых людей, в чем плюсы подобного соглашения. Я убежден с политической точки зрения и так далее, что это нам не мешает, я не вижу никакого минуса. Я просто говорю, что мне бы хотелось, как гражданину этого государства, слышать побольше экономических аргументов, касается либо Эврозес, либо Европейского Союза. Не важно, но чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Говорить, что это соглашение приведет к какому-то геополитическому развороту, нет. Нет. Я, конечно, тоже сегодня наблюдал за этим событием и за мнениями, которые высказывали и премьер-министр, и спикер парламента. И все это очень печально и грустно, потому что они продолжают эту политику разделения. Значит, они тут же взяли и разделили, что есть хорошо, есть плохо, есть право и влево, и так далее. Я бы хотел от них услышать, например, раз там они, по-моему, кто там, Канду, по-моему, вроде экономист, был министром экономики. Ну вот он мог бы сказать, например, почему, и Филипп в качестве премьер-министра, он мог бы сказать, что такого плохого для наших бизнесменов, для наших сельхозпроизводителей в частности, что плохого в нашем соглашении с Евразийским Союзом. Ну так, только конкретно, если можно. Вместо этого опять мы не согласны, мы третье, мы будем по пути. Ну, все одно второе. Получается политическая зависимость какая-то от финансовой. Да, но это игра, мы с вами прекрасно понимаем, как это работает. Значит, для того, чтобы они разрушают экономику, не в состоянии управлять страной. Это очевидно, это совершенно понятно. Мы просто живем здесь и видим, что эти люди не в состоянии управлять. Экономики нет, практически не с чего платить хотя бы основные бюджетные обязательства. Естественно, они зависят от тех, кто дают денег. Денег им дают Евросоюз и Международный валютный фонд. И не им, а за наш счет это все происходит. Это же не просто взял и подарил. Нет, это долг, которым мы потом будем расплачиваться. Чем? Помимо денег, в первую очередь суверенитетом. Потому что ни Евросоюз, ни Международный валютный фонд, и те ребята, которые за ним, не дают денег просто так. Якобы нечего делать. Я думаю, наши телезрители понимают, что в современном мире никто не дает просто так. Это означает, что они им говорят, что дальше делают. А где здесь молдавский народ и молдавский интерес? Попросту нет. Вот я в том, что я описал, и что-то сложное, и что-то тяжелое, или я в чем-то вру или передергиваю. Это элементарная схема. И ясно, что кто бы ни был, я не хочу назвать фамилии, кто бы ни был представителем этой власти, но они будут петь одну и ту же песню. Мы идем только на Запад. Ну понятно, а куда ты еще пойдешь? Если ничего не умеешь, а денег дают только оттуда. А если тебе не дать денег, то завтра здесь будет революция. Ну все замкнутый круг, все элементарно. А все из-за чего? Из-за того, что вы не способны руководить ничем, а тем более государством. Ну это и все. Получается, грабеж людьми абсолютно непрофессионально. Понимаете, да, это вот очень печально все. Давайте вспомним. 2009 год. Молдова без коммунистов. Да, Филат нам заявлял. Но и осуммем респонсабилитаты. Петру Актул, гувернер и церей. Ну, уставшим избирателям, видимо, это нравится. 2012 год. Съезд ДПМ. Председатель партии говорит, мы станем самой авторитетной, самой уважаемой, самой мощной партией. Возьмем на себя ответственность. Потом, 2013-2014, мы обеспечили отстранение коммунистов, мы там привели это, мы заключили все соглашения, имеем доверие внешних доноров и партнеров. И что? Что? Они осчастливили нас, там, как это, кондукатором или координатором. У нас уже не управляется страна. Страна не управляется президентом, парламентом, правительством. Уже есть координатор. Ну, скоро главный кондуктор, наверное, будет управлять страной. После него кому-то захочется. А что ж тогда со страной? Просто люди уже, как в той басне Крылова. Знаете, так, друзья, как ни садитесь, его музыканты не годитесь. То им не нравится политическая система. Им надо менять. Потом вдруг кинулись, что ее же, чтобы менять ее, действительно, кое-что надо сильно совершенствовать. Нужен интеллект, нужны кадры, нужны люди. А что за люди у них? Те, которые пришли за деньгами. Говорят, да, я сделаю и забыл тут же. И занимаются только своими делами, о чем говорит Валерий. А потом они говорят, нет, сейчас нам надо менять политический класс. Где вы его возьмете? В какой теплице? Откуда вы их выпьете? Я извиняюсь, а они собираются его менять? Они так говорят. Так говорят, да. Ничего менять они не собираются. Ну, на ваш взгляд, мы практически страна уже под внешним управлением? Или еще способны вырваться? Безусловно. Не всякого сомнения. Со времен Филата. По-моему, стоили или 120 этих бездельников, саглитатаев, то ли с Румынии, то ли из Брюсселя во всех министерствах сидели. За наш с вами счет. За наш с вами счет. Потому что они говорят, что деньги дают якобы нам. И где результат? Кто-то спросил об этом. Отчитался кто-то в парламенте или где-то? Вот результат. Вы говорили в начале передачи цифр. Я вот просто говорю с обидой, с болью в душе. В 1991-1995 год была целая когорта реформаторов первой волны, которая сделала впереди паровоза, впереди всех постсоциалистических стран. И закон о собственности, и концепцию аграрной реформы, и закон об акционерных обществах, и закон о приватизации. Не имея никаких грантов, никаких консультантов, у нас есть кадры, но им такие же не нужны. Им нужны те, которые лично их интерес обеспечат. Ну, тогда извиняйте, друзья. Ну, вот смотрите, видимо, в мире все-таки что-то происходит. Не так давно информация в линии домостей о том, что в Евросоюзе предлагается выдвинуть или создать пост министра финансов. Его раньше не было. Были комиссары по политике продвижения. Ревизоры были, маня, да, всякие. А вот поста, и меня это насторожило. То есть я не так глубоко изучал вообще конструкцию, так сказать, органеграмму Евросоюза. Но, честно говоря, начал это изучать. И понимаю, вот такой большой консолидированной структуры, оказывается, не было, ну, человек, который ведал бы финансами. И, с одной стороны, я понимаю, что решили навести порядок, а с другой стороны, говорите о том, что это, наверное, и возможность сам Евросоюз вывести из-под влияния чего-то. Ну, наверное, Америка там ситуация. Как, на ваш взгляд, идея? Ну, моя идея и так, Валерий дополнит, наверное, с точки зрения экономической. Министр финансов – это не бухгалтер. Это он не сводит сальдо и бульдо, и, значит, пассивы и активы. Он разрабатывает политику бюджетную, налоговую, программу заимствования, программу развития, программу инвестиций. И, если он это разрабатывает, он должен быть уверен, что будет выполнено. Значит, то, что он скажет вниз, спустит в район, в Союзную Республику, в Союзное Государство, должно быть обязательно принято к исполнению. Советский Союз почему был, как цементом, схвачен? Если сказали, что получат 10 миллионов, такая-то страна, она получит обязательно. Потом спрашивали, почему не реализовали. И еще другой нюанс. Была единая идеология в этом. Плохая, хорошая – неважно. Это был тоже мощнейший цемент. Но и был третий цемент, который назывался «Право нации на самоопределение в продоотделениях». Он существовал. А 75 лет никто и не пытался. Пока предатели не запустили инфляцию, которая разрушила страну. Ничего этого в Евросоюзе нет. Если они попытаются сейчас единую налоговую, таможенную и всякие иные политики, которые лежат на ответственности любого министерства финансов, проводить, это ущемление национальных интересов союзных государств. Кто на это пойдет? Глубоко сомневаюсь. Это послужит наверняка еще одним поводом для недовольства внутри Евросоюза. И им придется очень и очень непросто. Пока это подсказывает логика. Такой ответ. Как будет – посмотрим. Но во всяком случае они это делают не от хорошей жизни. Их обманывали. Греция, которая показывала одни цифры, на самом деле было другое. В 2015 году был доклад большой ревизорской комиссии, которая доложила во всеуслышании на всю Ивановскую, на всю вселенную, что из бюджетных средств Евросоюза за два года похищено, нету следов 135 миллиардов евро. А мы за какой-то миллиард отпечемся там, этим крайнем побольше. Но исключительно потому, что нету контроля центрального. Центральное распределение средств есть, а централизованного контроля, отслеживания и неуклонного наказания нет. В результате появляется вседозволенность и бесконтрольность. Как все это происходит? Тут, конечно, уже ходят только легенды и всякие рассказы. Такие за кулисами о степени коррупции во всех этих бюрократических кругах. Смотрите, вместе с учреждением нового поста министра финансов Евросоюза говорится еще о создании евроармии. И вот, Валерий, в этой ситуации, на ваш взгляд, что это значит? Это уже Евросоюз пытается обрести такой планетарный суверенитет? И еще в одном решении, немаловажном и, по-моему, определяющем все. О том, что отныне в Евросоюзе будет функционировать принцип, когда меньшинство не может больше не подчиняться большинству. Даже если государство решает, как было раньше, что то или иное решение Евросоюза... То есть, как все это отменяется. Да. Что то или иное решение не соответствует национальным интересам этого государства. То есть, о чем говорили молдавские политики. И говорили, смотрите, маленькая страна имеет такой же голос, что, например, Португалия и Германия. Да, и вот смотрите. Да, теперь будет, как вам скажут. Это все нужно видеть в одной линейке, потому что в Евросоюзе, очевидно, разброды, шатания, когда все больше внимания политики уделяют национальным интересам своего государства. В Венгрии, поляки, в Румынии мы видим, как все весело и интересно. Шумно. Вышеградская четверка сама по себе не в ногу идет. У итальянцев, у греков, у испанцев долгов столько, что США скоро догонят. И никто четко не объясняет, а как это. Голландцы вообще с такой свадьбой не согласны. И посматривают на своих соседей. Из Великобритании говорят, ну, неплохая идея, в общем-то. И голландцы следующие на очереди, которые об этом думают. В Словакии позавчера затеяли идею референдума выхода из ЕС. И совершенно ясно, что этой машиной, это сейчас Евросоюз, это СССР 86-го года. Скоро будут писать программу. То есть, у них началось перестроить. Скоро будут писать программу 500 дней. Если не брать, это уже последний аккорд, если не брать, как правильно объяснил наш коллега, если это все не брать под жесткий контроль, то этот разброд и шатание просто превратится в хаос. И начало, конечно, это именно институциональная дисциплина в финансах. Естественно, что немцы и французы тут основные скрипки, которые... Но в моей голове, честно говоря, я как далекий от Евросоюза, в смысле как гражданин и просто знающий более-менее, если бы не представляю, как себе немцы видят, что не буду сейчас никого ущемлять среди этой половины стран, в каком они состоянии, как они привыкли жить, в каком хаосе, что они вдруг будут так легко подчиняться новым правилам. Дело в том, что если бы они могли быть как немцы или как французы, то они бы ими были, но они не могут. Это объективно. И поэтому это учреждение этого поста, параллельно с непонятной для меня структурой, как европейская армия, которая будет параллельно с НАТО, они не хотят платить 2% НАТО, потому что у них нет денег. И Трамп говорит, а кто будет обеспечивать разницу в 300 миллиардов долларов? Вы заколебали. Почему США должны это все оплачивать? Разница в 300 миллиардов. Это неплохие деньги, я хочу сказать. Давайте поделим 300 миллиардов на 25, сколько их там, не в Евросоюзе, а в НАТО, не все страны члены НАТО. А тут параллельно они говорят, ну так как мы уже это все закроем, в смысле деньгами, у нас же достаточно денег, то давайте мы еще создадим армию, которая будет стоить столько же. А с каких денег интересно? И если вот взять только эти две инициативы, на фоне заявления Лаврова о том, что Россия не собирается снимать санкции с Евросоюза до полного, подчеркиваю, исполнения минских соглашений, а это переведу на популярный язык, когда рак на горе свистнет, то вот эта вся картина мне очень интересна. На фоне того, что США отказываются от очень многих предыдущих договоренностей в области свободной торговли и будут наносить очень ощутимые удары по евро. Это чтобы мы были здоровы. Посмотрим через полгода, вернемся к этому разговору. Трамп ведет США совершенно к другому типу экономики и отношений с Евросоюзом, чем было до сих пор. Евросоюз более не партнер, а один из конкурентов, и евро туда же. И вот откуда эта скорость с евро, с министром финансов, и давайте еще что-то придумать. Но лично мое мнение, что Евросоюз в этой всей игре глобальной сейчас проиграет из-за своей бестолковости. То есть в этой огромной структуре в Брюсселе не найдется достаточно разумных аналитиков, которые могли бы выстроить, не знаю, концепцию развития. Я объясню очень коротко и понятно для всех. Посмотрите на политику Евросоюза по отношению к соседям за последние 7-8 лет. Посмотрите, чем они занимались, в том числе о чем мы сегодня обсуждали. Потому что весь этот бред, который происходил в Молдавии, в Украине, в других местах, он кем поддерживался в первую очередь? Чьи флаги у нас везде понаставили? Чьи советники здесь были? Кто к нам приезжал и говорил про историю успеха? Так вот они такие во всем. И вот почему я не вижу, каким образом они могут решить такие глобальные проблемы, если они не могут справиться с элементарной ситуацией, которая была здесь? То представьте себе, как они могут справиться с такими серьезными ребятами, как итальянцы, испанцы. Я про экономику не зря говорю. Для тех, кого интересует, посмотрите, что творится в этих странах. В прибалтийских странах вообще ничего не осталось. Населения, как в Молдавии, половины нет. Кто в Норвегии, кто в Великобритании. А кто эти страны будет развивать? Они полностью зависят только от фондов Евросоюза. Нет фонда в конец стране. Экономики никакой. Людей нет. Все врачи убегают. Все. Это члены Евросоюза. Эстония еще куда не шла. Еще как-то. Хотя туда надо съездить и послушать людей. Они мигрируют в другие страны Евросоюза. Да, но мы говорим, а что с этими членами странами? Они же тоже существуют. Их нужно поддерживать. За чей-то счет. За чей? И тем более, что мы сегодня не в этой передаче не говорили о том, какие политические тенденции в основных странах. Везде начинается крен в национальной правой партии, ведущей совершенно к другой структуре принятия решения, чем было до сих пор. Закончились эти социальные вещи и коллективные. Начинается популярность политиков, которые говорят, не буду назвать страну, а дальше идет убиралис. Сейчас мы, самые важные, будем думать о себе, национальная экономика, а не то, что пытаются делать те бюрократы, о которых вы говорите. В Евросоюзе-то хотят совершенно другого, в Брюсселе. Нет, 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 мы все вместе. То есть, это уже не центробежные силы, они называют совершенно иначе. Эпоха глобализма уже где-то к закату. Я считаю, что да. А вот когда в 18-м, в начале века, впервые была эта идея о Евросоюзе, о Соединенных Штатах Европы. Работа Ленина. Маленькая статья. Но там просто она до сегодняшнего не актуальна. Две вещи он там сказал. Это, говорит, невозможно. В связи с огромной неравномерностью развития целого ряда европейских стран. Раз. И второе, что сильные всегда будут доминировать, а значит будет протекционизм. С протекционизмом никто никогда не согласится. Вот посмотрите, что говорят сенаторы Румынии. Ну и че, дичине сентемную и че, код душ. Ди трак корпурации ли транснационали, сауди-ди униуни европианы. Это ж понятно. Европейский союз сегодня, это не союз свободных народов. Это союз транснациональных корпораций. Он был создан в их интересах. Начиная с 51-го года, с союза угля и стали. Потом стал в 55-м году общеэкономическим, экономическое сообщество. В 85-м году единое экономическое. И потом Европейский союз. Вчера не оттуда была. Фактически. Ведь только СССР был союзом свободных народов. Действительно. Потому что была вот эта запись. Свободный выход. И вышли, когда прижало. Это не так все просто. В глобальном историческом масштабе, вы говорите, есть ли в Европейском союзе такие люди. Нету их. Общался с ними. Потрясающий эгоизм. Потрясающая узколобость. К несчастью. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Я понимаю, что не все скобки в наших темах раскрыты. Но для этого существуют телевизионные эфиры. Чтобы мы с вами вновь и вновь встречались в таком формате. Может быть, несколько ином. Но всегда эти встречи должны... Мне кажется, всегда приносят определенный... Ну, определенный резонанс. Во всяком случае, ну, не знаю, общаясь с нашей зрительской аудиторией, я слышу о том, что... Говорите на эти темы. Нам это важно. Нам это интересно. Мы должны понимать, что происходит. Раскрывайте нам эти скобки для того, чтобы мы принимали те решения, которые окажутся важными. Не столько для нас, сколько для наших потомков, для наших детей. Спасибо. Спасибо вам за сегодняшний эфир. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был политический аналитик Валерий Асталепий, экономический эксперт Виссарион Чешуев. И в заключении хочется напомнить такой цитат из романа Горького Фома Гордеев. Там, кстати, говорилось о том, что в основе каждого благосостояния лежит преступление. К сожалению, видимо, это так. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин